Продолжение следует... Продолжение следует... Можно посмотреть, видите, вот у них, соответственно, ствол немножко подвижный при стрельбе, но не настолько сильно. Конечно, отличается от других систем. Ну, само собой, я даже не знаю, откуда часть здесь пришла, просто я не специалист в этом области, не эксперт, сам учусь, и далеко не всё, и даже не особенно много знаю. Вот видите, вот подача, вот выстрел. И, соответственно, возвратная пружина на стволе, что, вы, наверное, помните, такое же и на 82-м ЧЗ, и на PM, и на Вальтере. Вальтере имеется в виду ППК и ПП. То есть, это, может быть, частично пришло оттуда. Но и пистолет явно не Макаров внутри. Гораздо более усложнён. Ну, и, соответственно, наш ТТ. Здесь даже особенно говорить, наверное, не о чем. Как вы знаете, ТТ это всё-таки более американский пистолет по своей конструкции, чем европейский. Но это всё понятно по тому, откуда он пришёл, откуда у него истоки. И, как вы понимаете, разница между этими двумя пистолетами, например, в затворной системе, в стволе. Очень много в чём. Ну, всё это видно на экране. Наверное, особенно ударение на каких-то вещах делать бесполезно. Ну, и, конечно, простота разборки и сборки ТТ на порядок выше. Ну, так и ещё. Вот. Ну, и теперь та самая разборка, которую я не мог сделать вживую. Потому что какие-то инструменты нужны. У меня этих инструментов нет. Или даже есть. Я всё равно не собираюсь разбирать пистолет полностью. Так как не мой. Во-вторых, я считаю, что для полевой разборки инструменты не должны быть нужны. Как ни странно, одним из лучших примеров такого – это наш PM. Там, где даже для разборки, полной разборки, не нужны практически никакие инструменты. В отличие от очень многих и многих пистолетов. Даже ему современных. Да и вообще, вот я к удивлению своему собственному заметил, что пистолеты могут быть хуже, чем PM. Хотя и его современники. Я не любитель PM. Но я также его и ненавистник. Я считаю, что это средненький пистолет, созданный для того, чтобы сохранить деньги. А не что-то ещё. Но Чезат-52, с моей точки зрения конструкции, я не знаю надёжность, не знаю точность и так далее. По-моему, он всё-таки хуже, чем PM. И это, по-моему, первый пистолет, который я могу назвать, что он хуже, чем PM. Из всего, что у меня побывало в руках. Из всего, что у меня есть. Наверняка есть другие хуже. Таурусы, хайпоинты и так далее. Но у меня их просто нет и никогда не будет. Кстати, мне тут подсказали на интернете, что вроде даже Чезат-52 создавали со стволом на 19, то есть 9 мм. Но, как вы понимаете, я такого не видел. Всё, что я видел, это вот такие, 7,62 на 25. Даже больше нечего на тему сказать. Ну и, само собой, разборка. ТТ, виртуально. Хотя я и вживую тоже разбирал. Не самая удобная вещь, но гораздо удобнее многих других. Менее удобная разборка, чем у PM. Ну, само собой, разница между ним с оконом. Больше 20 лет по возрасту. Но при этом ТТ имеет возможность вынуть блок УСМ, который, я извиняюсь, не имеет. Смена ствола и так далее. У ТТ лучше. То есть, если с этой точки зрения подходить, ТТ это, скажем так, последователь американского стиля пистолетов. Голос теряю. А PM это последователь европейских, точнее, немецких стилей пистолетов. И там, получается, разные подходы. И европейские, американские подходы, это разные вещи. О том, что хорошо, что плохо говорить не буду, это совершенно другая тема для разговора. И не в этом видео, но... И PM это ТР разбирается хорошо. И на этом давайте досматриваем видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Комментируйте. И дайте мне знать, что еще хотите видеть. Потому что, конечно, у меня своих планов много. Но я очень часто делаю видео практически по вопросам. Как вы, наверное, уже заметили. И на этом спасибо. До следующего видео. Продолжение следует... Продолжение следует...